В этом году в Севастополе впервые отреставрируют несколько жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Работы на них еще не начались, а новость уже вызвала много вопросов. Что ждет жильцов исторических построек, давайте разбираться. Это программа «Все ЖКХ», с вами Екатерина Шадрина. Мы боимся, что разрушат прежде всего балконы и вот эти козырьки, которые спасают как-то нас от солнца. Понять и простить, могут ли жильцы менять внешний облик объектов культурного наследия, и что ожидает незаконные переделки. Запах достигает, даже в третьем этаже открываем окна, такая воня туда идет. Давайте сначала восстановим все коммуникации. Все зафиксировала, а уже потом давайте стены, скрэба делать. Что важнее, некоторые жилые объекты культурного наследия не ремонтировали несколько десятилетий. Почему жители домов, памятников отказываются от реставрации и какие перспективы ждут их жилье? Они имеют право отказаться от выполнения работ на объекте. Но нужно понимать, что в этом году мы делаем эти работы за федеральную субсидию. То есть, да, город вернет эти деньги обратно. Но вопрос, в следующий раз городу дадут денег, чтобы отремонтировать объекты культурного наследия. А не станет ли хуже? Капремонт домов, которые строили еще в прошлом веке, мероприятие непростое. Чего боятся собственники и как защититься от форс-мажоров? Этому нас телу тоже 70 лет, как и всему дому. Когда здесь были какие-то работы, чистили чердак года два назад, было много мусора. Люди ходили, и мы все слышали, как трещит, хрустит под их ногами, когда они наступали сюда, и у нас потрескались на кухне потолки. На вопросы жильцов отвечают эксперты. Программа капитального ремонта в Севастополе заработала в 2016-м. Всего в ней участвуют 3283 дома. Севастопольцы на капремонт сдают исправно. Существенную поддержку городу оказывают и средств федерального бюджета. Благодаря этому уже сделан капремонт почти 1200 домов. И ежегодно ремонтируют еще более 200 зданий. Но есть в этом списке и особая категория жилья. 156 многоквартирников официально признаны объектами культурного наследия. Четыре из них попали в программу реставрации на этот год. Жизнь в таких домах обязывает, ведь собственники свое жилье содержать должны по особым правилам. Балкончик у нас маленький, уютный, но очень жарко. Западная сторона, поэтому для удобства мы просто закрыли. А когда сильные дожди, все заливало. Поэтому поменяли рамы, все мы сделали за свой счет. Опять же, только для удобства. Заливало на балкон, прямо скажем, а потом квартиру. Боимся, что разрушат прежде всего балкон и вот эти козырьки, которые спасают как-то нас от солнца. Понимаете? Понять, конечно, можно для жителей тех четырех объектов культурного наследия, которые будут отремонтированы в этом году, все эти мероприятия в новинку. По закону следить за сохранностью объекта культурного наследия должны не только жители, но и те самые ЖЭКи. Они же должны были выдать жильцам предписание, как содержать особый дом. Но было это сделано или нет, ответ потерялся в веках. Ведь дома эти памятниками признаны еще в 80-е и 90-е годы. Сами жильцы утверждают, что об особом статусе дома не знали. Вот и модернизировали жилье на свое усмотрение. Увеличили балконы, возили пристрои и даже украсили фасады. Получилось по-разному. Это идет изменение и балконов, это размещение кондиционеров, антенн. То есть, будем так говорить, вандальный способ, конечно, они размещались ранее. Мы сейчас ведем работу с жителями, как это сделать правильно. То есть, выделяем в рамках капитального ремонта соответствующие места, где можно размещать данные объекты. Единственное, собственникам необходимо, наверное, специализированную организацию и разместить данное оборудование в том месте, в котором оно должно быть. Чтобы сберечь здание от разрушения и при этом не остаться в жару без кондиционера, жители особых домов могут размещать приборы на балконной плите, монтировать их в оконные рамы. А то и вовсе заменить компактными современными моделями без выносного блока. Это и в обслуживании дешевле, и штробить хрупкий инкерманский камень не придется. Чтобы подрядчику, который выиграет аукцион, выйти и сделать капитальный ремонт согласно проекту, ему нужно получить доступ к элементам фасада. Например, висит кондиционер. Он препятствует производству работ на куске фасада, который за ним находится. То есть, как минимум, на время производства работ все навесные конструкции надо снять. С балконами, конечно, сложнее. Люди могли их построить несколько лет назад, десятилетий даже назад, к ним привыкнуть. Но таким образом они закрыли часть фасада, которая, получается, не будет отремонтирована. У нас есть концептуальное решение со стороны Севнаследия о том, что есть единый облик исторический данного здания. В рамках этого будут просто выставляться требования собственникам, для того, чтобы они приводили это все в соответствие. Но, опять же, это не будет вандальным способом и действием с нашей стороны в отношении хозяйственных субъектов. Мы ведем диалог. Наша задача сделать, помимо того, что привести данный дом, надлежащий архитектурное решение, как с его исторической ценностью, так и, опять же, не навредить собственника. Но что, если нынешний собственник приобрел квартиру, у которой уже были нарушения, а сам ничего не перестраивал? Гражданин должен понимать, что его защита заключается исключительно в той документации, которую он получил в момент приобретения данного объекта. Если данный объект был легализован, все улучшения, пристройки, изменения были легализованы путем узакованения Севастопольским городским советом, то есть до 21 марта 2014 года, то мы опираемся на шестой федеральный конституционный закон, говорящий о том, что все документы о собственности Российской Федерации признаются. Однако в ряде случаев суд может решить иначе. Если экспертиза установит о том, что есть явное нарушение архитектурного решения, фасада, крыши, еще каких-то элементов, если нарушаются несущие стены, то есть тем самым говорится о том, что есть грубые нарушения, тогда судьба всех этих улучшений незавидна. Суд однозначно признает их незаконными. Демонтировать незаконные конструкции жителям придется так же, как возводили за свой счет. Это может сделать и управляющая компания, но расходы придется возместить. Получается, что обязанностей у жильцов статусных домов не так-то и много. Ничего не штробить, не перестраивать и не переделывать. Жители других городов к этому давно уже привыкли. Например, в Москве управляющие компании строго следят за тем, чтобы жильцы не просто не перестраивали знаковые балконы, а даже хлам на них не складировали. А в Санкт-Петербурге ничего нельзя строить, даже на земле прилегающий к объектам культурного наследия без специального разрешения. Штрафы немалые от 200 тысяч, но и результат налицо. А что могло бы быть с историческими улицами, если бы этот вопрос никто не контролировал? Как Севастополь готовился к исторической реставрации, мы спросили начальника управления охраной объектов культурного наследия Ирину Масликову. Ирина Николаевна, у нас в Севастополе в этом году намечается реставрация четырех объектов культурного наследия, которые являются жилыми. Значит ли это, что эти четыре дома какие-то первые ласточки, что на них будет обкатываться какая-то программа? Или по России уже есть такая практика, ну и мы представляем, что делать именно с ними? Да, у нас в России есть практика реставрации многоквартирных жилых домов, которые имеют статус объекта культурного наследия. Применять для таких домов обычные подходы строительные, как это сделано в капремонте, нельзя. Мы допускаем на данных домах только реставрацию. С данной целью в прошлом году были разработаны, в прошлом и позапрошлом году было разработано более 50 проектов на реставрацию данных объектов. И сейчас первые четыре дома заходят в реставрацию. Мы на самом деле этого очень ждем. Зачем вообще реставрировать эти объекты? Что жители получат? Улучшится ли качество жизни людей в результате этой реставрации? Или это просто для красоты? В первую очередь это для того, чтобы объект мог существовать дальше. Поскольку красота здания – это одно, а надежность и безопасность его эксплуатации – это совершенно утильтарные и обыденные вещи. Но они важны в первую очередь для пользователей, для собственников квартир, которые живут там. Правильно понимаю, что будут использоваться современные материалы, это будет все соответствовать ГОСТам. Если крыша перегревается, это будет тоже учтено. Но будут учтены современные какие-то особенности, современные материалы могут применяться в том числе на таких объектах. Те аутентичные элементы, которые сохранить на здании можно, они, безусловно, сохраняются. Это и декор, и, допустим, балконные плиты, это и фасады. Все декоративные элементы, которые сохранить можно. Здесь, безусловно, новодел недопустим и неприемлем. Все проекты согласованы нами. На каждом проекте стоит печать и штамп. Все проекты прошли государственную историко-культурную экспертизу тремя экспертами. Все проекты сделаны по техническому заданию Фонда капитального ремонта, в котором это, безусловно, все учтено, поскольку они работают по отдельному законодательству и не могут не сделать ряд вещей, которые необходимы для безопасной эксплуатации зданий. Все проекты были рассмотрены у нас на научно-методическом совете с привлечением экспертного сообщества именно севастопольцев. Каждый проект получал выписку из совета и при необходимости направлялся на повторное рассмотрение. Поэтому я очень надеюсь, что эти проекты, когда пойдут в реализацию, мы увидим, что все это было сделано на самом деле не зря. Каким образом признавали дома объектами культурного наследия? Есть ли возможность оспаривать эти вещи? И какие были основания для того, чтобы их признать именно наследием, памятником? У нас в Севастополе уникальная история. У нас есть определенный порядок, предусмотренный 73-м федеральным законом, который устанавливает, что на государственную охрану как объект культурного наследия может быть принят объект только по заявлению гражданина, юрлица, офислица, федерального или муниципального органа. В Севастополе эта норма действует так же, как на все территории Российской Федерации, но большая часть объектов перешла в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации с предыдущих лет. Многие объекты культурного наследия были поставлены в 70-е, 80-е, 90-е годы. И по 9-му федеральному закону мы сейчас охраняем эти памятники. И исключение из объекта культурного наследия, я знаю, что многие жильцы этого просят, и считают, что в обычном доме, который не обременен статусом объекта культурного наследия, возможно жить проще, и просят нас сделать указанную процедуру. Оснований для принятия решений экспертами о том, что память может быть исключена из единого государственного реестра объектов культурного наследия в принципе существует только два. Первый – это физическая утрата объекта, если, например, в процессе каких-то природных или политических катаклизмов объект физически утрачен. А второй – это утрата историко-культурной ценности. Но таких случаев в России достаточно мало. По процедуре эта экспертиза заказывается по желанию собственников, поскольку мы на это не можем тратить деньги, и желания у нас такого нет. А потом эта экспертиза направляется в министерство. После этого министерство может принять решение о том, чтобы объект исключить из перечня объектов культурного наследия. И постановление правительством Российской Федерации данный объект может быть исключен. Учитывая сложность процедуры и достаточно весомые и редкие основания, на мой взгляд, собственники получат гораздо больше пользы, согласившись на реставрацию данных своих зданий, своих домов, нежели будут просить или пытаться быть исключенными из реестра. Насколько серьезные требования предъявляются к собственникам жилых помещений в объектах культурного наследия? Как они должны сохранять свои дома? Какие на них лежат обязательства? Все охранные обязательства размещены у нас на сайте. Можно скачать документы на любой объект и ознакомиться с ним. Самое главное требование, которое предъявляется к собственникам, это сохранение предмета охраны объекта культурного наследия. Это те особенности здания, которые послужили основанием для включения в реестр. Для большинства домов по многоквартирным жилым домам по центральному кольцу это в первую очередь фасады, это конфигурации кровли, это оконные проемы, то есть место их расположения, габариты, это входные группы в сам дом, и это те декоративные элементы, которые на здании имеются. По каждому зданию есть свой документ, который регулирует, что именно охраняемо в данном здании. Помимо 34-го дома на Ленина в этом году отреставрируют также его соседа номер 16. В списках еще 24-й дом на улице Большая Морская, и еще один красавец стоит на самом краю Ушаковой балки. Это 17-й дом по улице Адмирала Макарова. Если не нарушать облик здания и ответственность жильцов, то содержать его задача хозяйственников. В каком сейчас состоянии эти четыре дома, которые ожидает реставрация, и почему люди не хотят жить в памятнике. Это подвал нашего дома, который, видите, практически открыт. Обращались в компанию «Центр», чтобы как-то закрыть дверь, потому что, видите, все, доступ совершенно свободный. Есть замок, но это настолько ненадежно. Внутри антисанитария, наши коммуникации, трубы и так далее, тоже в ржавом состоянии. Руками не трогать, не прислоняться, за ограждение не заходить. 34-й дом по улице Ленина – памятник не только на бумаге. За 72 года здание порядком обветшало. В аварийном состоянии крыша часть придомовых построек, например, вот эти ворота, требуют замены коммуникации, нуждается в ремонте и фасад. Анна Архипова в этом доме, потомственная жительница эту квартиру, получали еще и ее бабушка и дедушка. Компремонта ни разу не было. Дом 49-го года выпуска. Значит, больше 25 лет у нас заявление в управляющей компании, раньше были РЭПы, ЖЭКи, ремонт кровли. Так ничего не сделано. Этот дом в этом году вошел в четверку жилых объектов, подлежащих реставрации. Городской фонд содействия Компремонту выбрал их не случайно. Основным критерием выбора домов было отсутствие на них аварийных конструктивных элементов, которые бы могли препятствовать нам производству работ. И отсутствие или минимальное количество диссонирующих элементов. На фасаде это какая-либо конструкция, которая исторически не была предусмотрена при постройке этого дома. Сделают реставрацию за счет федеральной субсидии. Привести в порядок должны фасад и крышу. Но жильцам хочется сначала решить другую проблему с коммуникациями. Когда запах достигает, даже в третьей этаже открываем окна, такая воня туда идет. То есть, по идее, нужно сначала, вот мы бы сели и поговорили, ребята, давайте сначала восстановим все коммуникации, все зафиксировало, а уже потом давайте стены скребать, делать. Жильцы даже написали коллективный отказ от реставрации фасада и крыши. Но как бы им не хотелось, потратить полученную субсидию можно только на конкретные цели. Нужно понимать, что в этом году мы делаем эти работы за федеральную субсидию. То есть, да, город вернет эти деньги обратно. Но вопрос, в следующий раз городу дадут денег, чтобы отремонтировать объекты культурного наследия. Объем средств, которые нужен на капитальный ремонт объекта культурного наследия, примерно в 3-4 раза отличается от стоимости работ на обычном доме. А взносы на капитальный ремонт для жителей и тех, и других домов одинаковые. То есть, собирать средства на капремонт фасада жителям памятного дома нужно втрое дольше. А благ от этой реставрации немало. Кроме того, капремонт подвала у этого дома в плане. На его очередность грядущая реставрация никак не повлияет. Да и реставрационные работы не только для красоты. Будет полностью поменено покрытие кровли с заменой всех сгнивших конструкций стропильной системы. Соответственно, не будет протечек на кровле. После этого приводятся в нормальное работоспособное состояние вентиляционные трубы, которые с дырявой кровлей даже обслуживать очень тяжело. Они там частично разрушены. На это нет денег управляющей компании. Собственники не готовы скидываться, чтобы сделать это за свой счет. После этого у нас происходит утепление чердачного перекрытия. По работам на фасаде устраняются различные бактерии. Мы это все вычищаем. И, соответственно, оно не идет вглубь стены. И потом не образуется грибок у собственника в квартире. Для таких работ обычной строительной документации недостаточно. В ход идут научные исследования. Поэтому и проект готовят вдвое дольше обычного, до полугода. Зато стены перестанут разрушаться, а кровля станет безопасной. К подготовке проектов для таких домов привлекают уникальных специалистов. Например, сотрудники лаборатории изучают микроорганизмы, которые живут на фасаде здания. Еще нужно изучить состояние камня и древесины, подобрать материалы для реставрации и обработки. Ничего не должно нарушать исторической красоты постройки. Если мы говорим о восстановлении исторического облика, значит, мы должны видеть его так, как он был изначально создан, как его видел автор этого проекта. Поэтому все это изучалось, находились архивные данные. Информацию собирают по крупицам. В дело идут и официальные документы, и личные фото севастопольцев. Ищут их во всех возможных источниках, включая интернет. Может, как и сотрудник наш пойти в музей, сидеть там где-то искать, потому что не весь материал отцифрован. Иногда очень интересная информация, она в архиве. Вот это все требует отдельное время. Мы сейчас знаем, в каком состоянии каждый дом, по Большой Морской, и по улице Ленина. То есть огромное множество пристроек, которые закрывают и какой-то предмет охраны, какие-то красивые наличники, карнизы. То есть вот эту красоту историческую. А если фасад изменен до неузнаваемости, как здесь, например, и разобрать все надстройки уже невозможно, архитекторам приходится приспосабливать объект к существующим условиям. Чтобы это было как-то гармонично смотрелось, чтобы это было мягкое такое вмешательство, то здесь мы предлагаем все-таки включить. Если у нас это историческое осталось за повод ограждения, то мы предлагаем и здесь его ввести, чтобы соединить немножко. Потому что он настолько красивый, он всю свою вот эту красоту, конечно, потерял. Стараются восстановить аутентичные двери, растекловку, то есть разделение стеклопакета брусками на отдельные элементы. При этом жильцам выдадут рекомендации, как должны выглядеть и храмы. Например, на уже установленных окнах можно будет сделать фальшпанели и оклейку в цвет дерева. А окна в подъездах заменят новыми, которые соответствуют изначальной задумке архитекторов. В процессе проведения натурных исследований делаются обмеры, снимаются полностью и возможно изготовить такое же окно, либо дверь. Выполнять эту работу могут только специалисты, аттестованные в Министерстве культуры, ну и, конечно, увлеченные своим делом. А строительную часть выполнять будут только те организации, которые прошли отбор и специально лицензированный. Проверять будут строго, смотреть трудовые книжки сотрудников, отчисления в пенсионный фонд, а еще отчеты по уже отреставрированным объектам культурного наследия. Их должно быть не меньше трех. Но всегда есть место случайностям, что делать, если во время работы пострадает собственность жильцов. Когда люди начнут тут ремонтировать, вот я вам говорил про... Вот посмотрите, в каком состоянии коммуникации здесь, видите? И вот так по всему чердаку, они идут по периметру, там, 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 везде идут. То есть, когда снимут крышу, у кого-то возникнет соблазн наступить на эту трубу, удобно, скажем так, или положить что-то тяжелое. Выдержит она, не выдержит. Опасаются жильцы не напрасно. У каждого дома памятника, кроме своей истории, еще и свой характер. Силу возраста капризный. Провалиться в нашей квартире на третьем месте – это запросто. Поэтому вот это вынесло, чтобы не провалились строители к нам в дом. Переживаем, что если будет ливень, конечно, чтобы как-то мы были защищены. Сюрпризы во время капремонта случаются. Протечки, разбитые стекла, трещины на потолке – вот неполный список. Раз уж проведение работ на таких объектах – задача почти ювелирная, то и следить за работниками должны в оба. На объектах культурного наследия, кроме строительного контроля со стороны заказчика, в обязательном порядке заключаются договоры авторского надзора с автором проекта и осуществляется авторский контроль и научное руководство за проведением работы на объекте культурного наследия. То есть контролеров будет, на самом деле, достаточно. При этом, сев наследие, осуществляя надзорную функцию, также будет совместно с нами выходить сюда и проверять работу. Этому настилу тоже 70 лет, как и всему дому. Когда здесь были какие-то работы, чистили чердак, года два назад было много мусора, люди ходили, и мы все слышали, как трещит, хрустит под их ногами, когда они наступали сюда, и у нас потрескались на кухне потолки. Защитный механизм придумали в фонде содействия капремонту. Деньги за весь объем работ подрядная организация получит только после того, как готовый объект примет комиссия. А вот если в процессе будет нанесен ущерб частной собственности, то денег придется подождать, пока не починят все, что испортили. Плюс за каждую пострадавшую квартиру штраф 50 тысяч. В таком исходе подрядчики точно не заинтересованы. А что делать, если неприятность произойдет? Запоминайте. Оценивать состояние квартиры до начала ремонта дома не требуется, но сделать фотографии, что называется, на всякий случай, можно. Главное, пострадавшему собственнику нужно будет зафиксировать все нарушения и предъявить их прорабу строительной бригады. С ним же можно будет обсудить сумму ущерба и способ возмещения. Это могут быть как деньги, так и ремонтные работы. Иногда последнее бывает выгодно обеим сторонам. А если миром дело не решится, нужно сообщить о проблеме фонд и легализовать ущерб. Совместно с управляющей компанией составить соответствующие акты об ущербе либо залива квартиры, если, допустим, это произошло через разобранную крышу, с приглашением соответствующих страны, которая это разбила, произвела, скажем так, залив. После этого любой эксперт может прокалькулировать, каков ущерб и стоимость его возмещения. Проверьте, чтобы эксперт был аттестован и имел необходимые разрешения. Расходы на его работу должна возместить виновная сторона. Только сохраняйте все бумаги, они же помогут, если дело дойдет до суда. Но такой исход для подрядчика самый невыгодный. Наши деды начали поднимать Севастополь из руин еще во время войны. И уже тогда перед ними стояла трудная задача. Не просто обеспечить людей жильем, а восстановить город в его первозданной красоте. Чтобы увидеть ее, сюда ежегодно приезжают миллионы туристов. Сохранить белокаменный с его уникальной архитектурой задача общая. С вами была программа «Все о ЖКХ» и я, Екатерина Шадрина. Увидимся!